Большинство граждан, получающих пособие по безработице, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в практике работы службы занятости нередки случаи подачи гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытие факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. Иногда состоящий на учете гражданин считает, что он имеет полное право работать без оформления. То есть, когда работатель за него не делает взнос в пенсионный фонд, не отчитывается налоговую службу. Но это не так. Это является нарушением как Уголовного кодекса Российской Федерации, так и закона о занятости. Под попыткой получения либо получением пособия по безработице, стипендии или иных социальных выплат обманным путем следует понимать такие действия гражданина, в результате которых у него появляется возможность незаконно получать выплаты за счет федерального бюджета. К основным случаям получения пособия обманным путем относятся предоставление справки с завышенным доходом, что влечет за собой получение повышенного пособия, сокрытие гражданином факта трудоустройства, как перед постановкой на учет, так и во время. То есть гражданин, состоя на учете в центре занятости населения, обязан своевременно сообщать о своем трудоустройстве, чтобы исключить факт переплаты. Также бывают случаи представления поддельных документов, это записи в трудовой книжке поддельные, либо также справки о зарплате, бывает поддельные, и сокрытие фактов назначения пенсии, сокрытие факта обучения научным отделением в каких-либо вузах, ну не только в вузах, в любых учебных заведениях. Следует отметить, что обнаружение фактов незаконного получения пособия по безработице и злоупотребление официальным статусом безработного может происходить на любом из этапов постановки на учет, а также в течение всего периода безработицы. В случае установления фактов, в соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения, выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного. Получение социальных выплат незаконным способом влекут за собой уголовную ответственность. Это статья 159.2 «Получение мошенничества при получении выплат». И также 327 статья Уголовного кодекса «Подделка документов». То есть сюда как раз относится подделка справок, подделка записи в трудовой книжке. Административным кодексом также предусмотрена ответственность. Это мелкое хищение чужого имущества путем мошенничества, что влечет наложение штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества или арест на срок до 15 суток.